шаббат шалом сегодня 21 января 2023 год сегодня наша группа изучает книгу деяния апостолов 25 главу последние главы 25 24 23 это уже павел апостол павел находится в вузах его арестовали на него скажем так уже свидетельствовали он представал перед синедрионом и в общем-то множество людей хотят его убить евреи хотят его убить они считают что он предал тору бога израилев израиля и храм ну то есть множество лжесвидетельств и все их нападки они уже пришли в кесарию где он находился в узах они пришли с адвокатом серьезным очень который сидела выигрывал и даже этот адвокат ничего не смог сделать потому что они не могли доказать ни одного обвинения против него и вот эта глава 25 она идет как бы продолжение его пребывания в кесарии если вы помните предыдущих главах там был феликс как бы главенствовал над этой областью над кесарией а потом его сменил порцифест или поркифест по-разному говорят его имя он уже управлял кесарией и чтобы угодить евреям он не отпустил павла хотя против павла не было никаких как бы улик как говорится никаких не было доказанных обвинений но чтобы угодить евреям и вот так и содержали там вузах и вот мы читаем 25 главу я читаю в новом русском переводе через три дня после прибытия в провинцию фест отправился из кесарии в иерусалим но провинция имеется ввиду кесария а если иерусалим как столица уже была где первосвященники и иудейские начальники представили ему обвинение против павла они настойчиво просили феста оказать им милость и перевести павла в иерусалим сами же они собирались устроить на пути засаду и убить его вы видите какое коварство причем в этом коварстве участвовал участвовали не только иудеи саддуки там фарисеи а высшее священство включая синедрион и включая первосвященника потому что без его воли такие вещи не делаются он тоже был в этом замешан и вы помните как он ненавидел павла приказал бить его по устам во время того как павла предстал ну в синедрионе он оправдывался ну не оправдывался а он предстал перед ними в синедрионе и как бы отвечал им вот то есть в принципе вы помните как несколько глав до этого евреи зареклись не есть и не пить до тех пор пока не убьют его у них там был хитрый план но бог разрушил этот план и этот план не сбылся его не убили а когда начальник воинов тысячи начальник услышал о заговоре что хотят убить павла он решил его спасти вы знаете я в этом вижу просто я вижу невооруженным глазом то что бог его защищал потому что павлу еще наглежало в этой жизни очень много сделать проповедовать царям проповедовать римскому императору и вообще в разных странах приводить людей ко спасению такой был план божий для него поэтому бог часто дел действовал через язычников чудесным образом и сейчас мы тоже увидим этот момент как через вот этого нового начальника который в кисарии там правил так то так же само бог действовал хотя он абсолютно был языческий там поклонялся олимпу богам и так далее и так далее он не верил в бога евреев не поклонялся ему ничего но еще раз повторяю что бог как сказано из из камней может хлебы себе сделать понимаете то есть не проблема богу действовать через людей даже не верящих но для помощи человеку верующему понимаете и здесь та же самая история сейчас я вам ее покажу так смотрите в кисарии уже правит фест порцифест и он как только заступил он решил поехать в иерусалим не знаю зачем тут не сказано зачем в принципе как сказать ну я знаю зачем он поехал просто познакомиться с властями в иерусалиме со священниками с политической властью с религиозной властью это было важно наладить наладить связи отношения ну просто познакомиться это нормально вот и когда он туда приехал в иерусалим смотрите второй стих где первосвященники но мы уже говорили что это не может быть во множественном числе потому что первосвященник всегда один и иудейские начальники о ком речь речь о Синедрионе о высшем религиозном органе где 70 заседало самых выдающихся знатоков торы причем там примерно половина была садукеев половина фарисеев но все это очень были религиозные люди и он приехал с ними тоже познакомиться и когда он туда пришел ему представили обвинение против павла они настойчиво настойчиво просили феста оказать им милость и перевести павла в иерусалим назад а сами же они собирались устроить на пути засады и убить его и вот мы читаем что первосвященник тоже в этом участвовал и Синедрион высшая власть то есть люди которые говорят что мы мы божьи да мы тор очень хорошо знаем и так далее и так далее вот так себя ведут но 4 стих фест ответил павел находится под стражей в кесарии и я сам скоро там буду пусть ваши руководители идут со мной и представят обвинения против него если он сделал что-либо плохое все то есть бог разрушил их планы разрушил через вот этого человека языческого можно так сказать то есть бог дает и хотение и действие по своему благоволению аминь дальше 9 стих фест хотел угодить иудеям и поэтому спросил нет нет я извиняюсь немножко перекрутила 6 стих проведя с ними не больше восьми десяти дней фест возвратился в кесарию и на следующий же день сел в судейское кресло и приказал ввести павла вот здесь интересный очень момент в те времена для того чтобы судить человека обязательно обязательно начальствующему нужно было сесть специальное судейское кресло это обязательно и тогда он как бы имел право судить специальное было такое кресло судейское 7 стих когда павел появился иудеи которые пришли из иерусалима стали обвинять его в многочисленных и серьезных преступлениях но доказать их они не могли павел же защищаясь сказал я ни в чем не повинен не против иудейского закона не против храма не против кесаря кесарь это император римский они его в этом обвиняли в прошлом но он естественно ни в чем этом не был виноват это просто было лже свидетельство это нарушение последней десятой заповеди фест хотел угодить иудеям и поэтому спросил павла согласен ли ты идти в иерусалим чтобы тебя судили там в моем присутствии по представленным против тебя обвинениям если вы помните когда еще вот его схватили арестовали римские воины и он находился в тюрьме опять же по стечению обстоятельств но это не случайное было стечение обстоятельств это бог так сделал что в тот момент когда евреи по моему 40 человек было заклялись ничего не есть и не пить пока не убьют павла каким-то образом рядом находился племянник павла и он все это слышал ушами своим и он потом пошел к павлу и все это рассказал а павел сделал так что этого племянника отвели к начальствующему над римской армией там и он все рассказал и этот человек спас просто павла он его отправил в кесарию ночью и дал огромное количество 500 воинов дал защищать представляете вот и то есть павел эту тему знает что если он вернется и в юрусалим и вот его точно убьют точно он это знает они только не знают что он об этом знал что в юрусалиме на него готовилась неоднократно покушение с убийством и когда порции феста у него спрашивают хочешь поедем в юрусалим я там как бы буду тебя судить там и все такое а он говорит смотрите что отвечает павел 10 стих павел ответил я стою перед судом кесарием кесарь это римский император цезарь римский император в то время был нейрон царь нейрон был римским императором всей римской империи и он говорит я стою перед судом кесарием почему он так сказал потому что тогда все подчинялось риму и именно это римский был наместник в кесарии вот этот порцифест это рим его поставил быть там начальником понимаете он говорит я перед стою перед судом кесарем И им я и должен быть судим. Я не сделал иудеям ничего плохого, как ты и сам хорошо знаешь. Если я виновен и заслужил смерти, я готов умереть. Но если обвинения, выдвигаемые иудеями против меня, ложны, то никто не имеет права выдать меня им. Я требую суда Кесарева. Переговорив со своим советом, Фест объявил, раз ты потребовал суда Кесарева, то к Кесареву и отправишься. В то время, значит, если Павел был римским гражданином, он имел гражданство Рима, и все, кто имел гражданство Рима, они как бы были в особой категории граждан, проживающих на любой территории, включая территорию Израиля. К ним иначе относились, их больше уважали, у них больше было прав и так далее. И они имели право быть судимы самим Кесарем, то есть императором. Поскольку они были гражданами Рима, гражданами Римской империи. Да, он был еврей, у него родители были евреи, он был гражданин Израиля, но также, причем по рождению, он не купил за деньги, как многие это звание гражданин Рима имели. Он от рождения был гражданин Рима, его родители были гражданами Рима. Поэтому он требует суда Кесарева, и если гражданин Рима это требует, то обязаны были по-любому исполнить это требование. Как угодно. Его обязаны были выполнить, поэтому этот порций Фест, он объявляет, что раз так, окей, ты будешь судим самим Кесарем. Вот так как ты попросил, так и будет, отправишься к Кесарю. Далее, 13 стих. Несколько дней спустя в Кесарию навестить Феста прибыл царь Агриппа с Вереникой. С Вереникой или Береника, в другом переводе, как бы не важно. Они провели там несколько дней, и Фест говорил с царем о деле Павла. Здесь есть человек, оставленный в темнице Феликсом. Вы помните, перед порцией Феста был Феликс, там главный, как бы от Рима, поставленный Римом начальник на Кесаре всей. И я хочу рассказать вам об этой парочке. Это очень интересная история. И я верю, что вы хотите Библию не только вот так вот прочитали и забыли, а вглубь понимать и знать. Так вот, я расскажу вам об этом царе Агриппе и о Веренике или Беренике. Значит, в данном тексте речь идет о царе Агриппе II. Царь Агриппе II – это правнук великого Ирода, Ирода Великого, который правил много лет, где-то с 37 до н.э. по 4-й год до н.э., когда и скончался. И, собственно говоря, уже очень много есть информации, пишут о том, что Иисус родился не там, как говорят, в 1-й век н.э., а он родился за 4 года до этого, то есть в 4-м году до нашей эры. Потому что Ирод, который побивал младенцев, он убил 14 тысяч младенцев, когда узнал, что родился царь Иудейский. Помните, пришли волхвы и говорят, где родившийся царь Иудейский? А он же царь Иудейский. И он у них повыведал, повыведал, они говорят, вот звезда появилась, и есть пророчество, что когда эта звезда появится, это значит, родился царь Иудейский. И он после этого, когда они смылись, как вы помните, красиво так, они пошли, поклонились Иисусу, нашли его все-таки, дары там большие ему дали, подарили. И во сне им Бог сказал смываться оттуда другой дорогой, и они ушли. И хотя Ирод их просил, что вернитесь, расскажите мне, где там он находится царь Иудейский, но Бог сказал, не идите туда, а возвращайтесь домой другой дорогой. И они ушли. И когда он увидел, что они обманули его, он приказал всех истребить младенцев до года, родившихся до года. А может и до трех, я сейчас уже не помню подробностей. И были уничтожены младенцы, 14 тысяч уничтожены. Это вот Ирод Великий, как вы помните. У него был внук, которого звали Агриппа Первый. Он хотел очень угодить евреям. И он соблюдал многие там религиозные праздники, обряды религиозные. Вместе с тем, именно в его царствование начались гонения на христиан. Он обезглавил Иоанна, Якова, извиняюсь, Якова, родного брата Иоанна Завидеева. И после этого он увидел, что евреи так это хорошо восприняли, так это им понравилось. Он схватил Петра и должен был, посадил его в тюрьму. И должен был на следующий день, как там написано, вывезти к евреям и тоже убить. Причем показательно. Но, как вы помните, пришел ангел и вывел Петра. И Петр покинул это место. И вот таким чудесным образом Бог спас Петра. И это мы говорим об Ироде Первом. Об Ироде Первом мы говорим. И он очень-очень возвышал себя. И в какой-то момент он вышел, и люди кричали, что он Бог вообще. И так это растило ему. И потом там были какие-то Олимпийские игры, и ему стало плохо, что у него чрево там заболело. И он буквально в течение четырех дней умер, изъеденный червями. Быв изъеден червями. Вот такой вот конец. И у него остался сын. Ну, у него много там детей было, но один из престолонаследников был Ирод Агриппа Второй, которому в то время исполнилось 17 лет всего. И ему сразу власть не отдали. Но позже ему дали власть. Вот что написано о нем, об Агриппе Втором. Нет, тут ничего не написано, да? Ну, не важно. Так, сейчас. Вот Агриппа Второй. Агриппа Второй. Значит, чем он, ну, лично мне, запомнился? Он мне запомнился тем, что он жил со своей младшей сестрой, как с любовницей. И знаете, как ее звали? Вереника. Вот мы сейчас об этом читаем. Вообще-то Вереника, это что-то с чем-то. Послушайте, вот я вам о ней немножко почитаю. Вообще, она была женщиной необычайной красоты. До того, как она стала любовницей своего брата старшего, вот этого, Агриппа Второго, она была замужем уже за двумя царями. Позже она была любовницей императора Веспасиана и императора Тита. Вот. Ну, там, короче, там инцест и все вот эти вот кровосмешения. Это в порядке вещей вообще. Вот другая, допустим, его сестра, Друзила, бросила своего мужа, эмецкого царя Азиза. Открыто перешла в язычество и вышла замуж за римского притора Феликса. Может быть, даже вот того самого Феликса. Это по поводу вот этого Ирода Агриппы, о котором мы сейчас читаем, что он со своей возлюбленной и одновременно сестрой, но они не были замуж, они не были муж и жена. Но они в то время были как пара, и вот они, он уже царем был. Теперь по поводу его царства. Значит, вот в то время, как мы сейчас считаем 25-ю главу Деяний, он уже был царем. Он уже был царем практически всего Израиля. Израиля. Причем так, вначале под его, я просто не хочу как бы врать, я точно не помню, поэтому я расскажу то, что я помню. Вначале он был царем над несколькими областями. Ну, допустим, над Самарией и Иудеей. А позже был такой его дядя Ирод Антипа. И Ирод Антипа, он тоже был царем над другими областями еврейскими, израильскими. Но дело в том, что на него очень много жалоб поступало императору. И император отобрал у него царство. И вот эти области, которые были под Иродом Антипой, они перешли этому вот Ироду Агриппе II. Поэтому практически он почти всем Израилем управлял и был царем над Израилем, над этими вот всеми областями. И вот этот Ирод Агриппа II с Вереникой, они приезжают в гости, ну, к дружбану своему, к порцию фесту приезжают. Такой визит вежливости делают. Он только заступил после Феликса, был Феликс, теперь вот он, он, видно, их пригласил. Ребята, приезжайте на рюмочку чая. И вот они приехали, надо какое-то разнообразие. И вот они приехали к нему в гости. И они провели несколько дней с ним. И он им рассказал про Павла. И он говорит им, здесь есть человек, оставленный в темнице Феликса. Кстати сказать, перед тем, как Феликс, ну, скажем так, сдавал дела, порцию фесту, он сказал ему, что, ты знаешь, вот этот Павел, он ни в чем не виноват. И вы помните, он все ждал, что деньги Павел заплатит. И он два года держал его в тюрьме, но часто вызывал. И они долго общались, они много разговаривали с Павлом. И он каждый раз думал, что Павел ему заплатит. Павел, то ли не было денег у него заплатить, то ли он принципиально не хотел в коррупции участвовать. Вот. И так он не получил ничего. И когда Феликс сдавал дела, порцию фесту, он рассказал о Павле. И говорит, что, знаешь, вот иудеи очень против него, поэтому я тебе не рекомендую его выпускать. И вот пусть он у тебя будет. И, кстати, и его жизнь будет в безопасности, если он будет в тюрьме находиться. Вот. А ты можешь с ним общаться. И сделаешь приятно иудеям. И сохрани жизнь Павлу. Ну, а дальше вы вот сейчас слышали, что был суд. Вот село судейское место. И потом вот приехали к нему. Грипа Второй с этой Вереникой, возлюбленной, так сказать, на то время. Хотя она проститутка была просто по образу жизни. Но очень красивая женщина была. Так вот. И он говорит, когда я был в Иерусалиме, иудейские священники и старейшины выдвинули против него обвинение. Они просили осудить его. Я же им сказал, что не в обычае у римлян выдавать человека до того, как ему будет дана возможность встретиться с обвинителями лицом к лицу и защититься. Они пришли со мной сюда. Я сразу, на следующий же день, сел в судейское кресло и приказал привезти этого человека. Встав вокруг него, они не обвинили его ни в одном из преступлений, о которых я предполагал, но у них был спор по вопросам, касающимся их религии. И некого Иисуса, который умер, но о котором Павел заявил, что он жив. Я не знал, как мне расследовать это дело. И спросил его, согласен ли он идти в Иерусалим и там предстать перед судом. Павел же потребовал рассмотрения его дела императором. И я приказал держать его под стражей, пока не отошлю его к кесарю, то есть к императору римскому. А Гриппа сказал Фесту, я бы сам хотел послушать этого человека. Завтра же услышишь, ответил Фест. Так, подождите, о чем мы говорим, 25-е? А при чем тут Агриппа сказал Фесту? Так это Фест все говорил? Да, это Фест, очень интересно. Так это еще Фест. А как Фест там было, если... А, порции Фест, ну правильно, да-да-да-да, порции Фест, да. Аминь. А Гриппа говорит, вот этот царь Агриппа II, да, он говорит Фесту. Я сам бы хотел послушать этого человека. Завтра же услышишь, ответил Фест. С Феликсом просто спутала. 23 стих. На следующий день Агриппа и Вереника с большой пышностью вошли в зал суда с командирами римских полков и знатными людьми города. По приказу Феста ввели Павла. Фест сказал, царь Агриппа и все присутствующие, вы видите перед собой человека, на которого все множество иудеев жаловалось мне и в Иерусалиме, и здесь, в Кесарии, крича, что он не должен больше жить. Я же не нахожу в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти. Понимаете, тут показан образ честного вояки, человека, который не кривит своей совестью, человека, который не поддается давлению или даже, возможно, ему взятки большие предлагали. Это, знаете, вот есть такие люди, вот, железные, которые, они не на любую, даже миллион будут давать, не скажут, нет, я считаю так, и я против совести своей не пойду. Вот это тот самый случай. И он говорит, я не нахожу в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти. Но поскольку он потребовал суда у императора, я решил отправить его в Рим. Но у меня нет ничего определенного, что я мог бы написать государю, то есть римскому императору. И поэтому я вывел его к вам, и особенно к тебе, царя Гриппа, чтобы в результате допроса я знал, что мне написать. Я думаю, что неразумно посылать заключенного, не указав, в чем он обвиняется. Обвиняется. Вот на этом заканчивается 25 глава, такая, знаете, интрига, интрига. И, конечно, хочется дальше, но дальше мы будем через неделю разбирать, 26 главу. И мы уже заканчиваем, я думаю, что через 3 недели, 3 главы осталось, 3 недели, и мы закончим. Большое спасибо всем, кто слушал, кому было интересно. Я всех вас благословляю. Шаббат шалом.